Всем привет! Вы снова на канале у Танюшки. Друзья, любим шашлычок? Конечно, любим, скажите вы. Поэтому сегодня к шашлычку мы сделаем шикарную закуску. А именно, помидоры по-итальянски. Начинаем готовить. Что может быть лучше под шашлычок? Конечно же, помидорчик. Вы скажите, водочка сразу. Ну, понятно, да. Ну, помидорчик. А если этот помидорчик, да еще и маринованный, и пальчики оближешь. Вот сегодня я предлагаю вам вот такой вот маринованный салат. Давайте будем начинать готовить. Итак, для наших помидорчиков сначала мы будем брать лук и нарезать его полукольцами. Я, как всегда, делаю это на шинковочку. Вот таким образом вот получаются у нас такие кружочки. Вот мы эти кружочки берем и перерезаем их пополам. У нас получаются вот такие вот полукольца. Если у вас нету шинковочки, ничего страшного. Лучше вот так разбирать его. Если нету шинковочки, ничего страшного. Вы берете луковичку и просто разрезаете ее пополам. И просто нарезаете на колечки полукольца. Вот таким образом. Когда мы перерезали 0,5 килограмма лука, теперь мы его должны замариновать. Для этого мы берем чайную ложку сверху сахара, чайную ложку сверху соли и 9% уксус. Наливаем столовую ложку. И еще вот так вот, неполную ложку. Теперь все это мы должны перемешать хорошо. Вот так хорошо мы это все перемешиваем. Так как лук у нас сильно кусючий. У нас были проблемы, скажем так, с его нарезанием. Мы его сейчас изначально замаринуем. Теперь к этому луку мы добавляем сушеный базилик. Приблизительно 1 чайную ложку. Если у вас есть итальянские травы, можно итальянские травы добавить. Перец черный молотый. Смотрите по своему вкусу. Неполную чайную ложечку. И теперь нам надо нарезать зелень. Из зелени мы берем и укроп, и петрушку. Если есть кинза, если вы любите кинзу, лучше будет в этом рецепте использовать кинзу. Но ее немногие любят, а укроп в основном любят все. Поэтому здесь на ваше усмотрение. Итак, я беру укроп и петрушку и нарезаю. И это все. В общем, смотрите, в общей сложности можно взять 100 грамм. 50 грамм укропа, 50 грамм петрушки. Отправляем это тоже к луку. И опять это все перемешаем. И опять это все перемешаем. Это мы делаем для того, чтобы наш лук быстрее потерял свою кусючесть. Вот так мы его почаще перемешиваем. А сами этим временем займемся помидорами. Помидорчики лучше брать в сливку. Ну, можно брать те, которые у вас есть. Ничего страшного. Вот. Если у вас есть помидоры черри, можно брать и помидоры черри. То есть, здесь уже смотрите, какие у вас есть помидорчики. Ну, помидорчики должны быть плотные, не мягкие. И вот в таком виде, видите, не маленькие. Мы их забрасываем к нашему луку. Можно, если у вас помидоры, при черри делать этот салат в банке. Потому что нам потом этот салат надо будет оставить приблизительно на 6 часов, не меньше. Для того, чтобы наши все эти овощи, которые здесь есть, чтобы они у нас хорошо промариновались, нам понадобится не менее 6 часов. Вот так видите, друзья. Полкилограмма помидор, полкилограмма лука и получается немаленькая порция прекрасного салата. Салата в море рецептов разных, но именно вот с маринованными помидорчиками довольно-таки необычный получается салат. Обязательно попробуйте. А теперь нам надо чесночок. Если у вас есть пресс, можно через пресс. Нет, можно на морковную терочку. Приблизительно, если большие зубчики, это может быть зубчика 2. Поменьше, значит, 2-3 зубчика. Отправляем чесночок сюда. Вот так. И теперь 4 столовые ложки подсолнечного масла. Раз, два, три, и четыре. Вот и все, друзья. Теперь нам все это надо перемешать. Оставить приблизительно на три-четыре часа. Потом вспомнить за это все. И обязательно все вместе вот так вот его перемешать. И оставить еще на три-четыре часа. В итоге, я повторюсь, все вместе должно настаиваться не менее шести часов. Если вы засыпали все это в банку, значит, банку просто надо встряхнуть, провернуть, прокрутить, чтобы это все тоже промариновалось, перемешалось хорошо. Вот так. Вот и все, друзья. Мы перемешали и теперь оставляем. Вот такие маринованные помидорчики мы сегодня с вами приготовили. Помидорчики подходят к любому мясу и просто как к любому гарниру. Они получаются тверденькие, не раскисают, не размякают, держат свою форму. В общем, одним словом, готовьте, вам понравится. А с вами была Танюшка. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока-пока.